Сегодня мы рассмотрим два аспекта связи между онкологией и гормонами. Во-первых, рассмотрим такой момент, как гормонозависимость опухоли. Что такое гормонозависимый опухоли? Это такие опухоли, интенсивность роста которых напрямую зависит от уровня синтеза тех или иных гормонов. То есть, чем больше в организме вырабатывается определенного гормона, тем быстрее растет данная опухоль. Отсюда следует, что если мы сможем подавить выработку гормона или ингибировать его действия, то мы сможем или замедлить рост опухоли, или полностью прекратить рост опухоли, а в ряде случаев подвергнуть опухоль обратному развитию. То есть, привести человека к излечению. Другой аспект связи онкологии и эндокринологии, это гормон, продуцирующий опухоли. Это опухоли, которые вырабатывают гормоны. Такие опухоли морфологически могут быть как доброкачественными, так и злокачественными. Эти опухоли возникают из железистой ткани и синтезируют избыточное количество гормонов, превышающие потребность организма в этом гормоне. Клиническое течение таких опухолей напрямую связано с избыточной выработкой этих гормонов. И, несмотря на доброкачественность опухоли в ряде случаев, все равно требуется их удаление в связи с клинически злокачественным течением таких опухолей. Вот два аспекта взаимосвязи онкологии и эндокринологии, которые я рассмотрел на этой лекции. С вами был Антон Деркач. Спасибо за внимание и до встречи на новых лекциях.